У нас, похоже, интересная история. Чем нам хуже, тем поездки на машинах опаснее. Я думал, что все хорошо. Что город переломал себя, но он не переломал. Было время, когда три ДТП в день я наблюдал. После проще. Теперь обратно, что ли? Каждый день ДТП. Вы не обборзели, что ли? Ну, сколько можно, а? Или это год такой, но за 9 месяцев свыше 3900 дорожно-транспортных происшествий. 204 с пострадавшими. То есть каждый день практически в реанимации. То есть с пострадавшими. А их 246 человек. Из 360 дней по дням недели, посчитайте. 20 человек на том свете. Эй, вы что? В городе, где средняя скорость 35 километров. А в пробках еще и менее. Теперь из раненых. 40 несовершеннолетних детей. Я вам тысячу раз говорил, для кого мы живем. Вы, походу, только для себя и живете. Дети, это наше будущее. Не калечьте вы их. Одного убили. Зачем? Хотя я видел несколько другую статистику на кладбище. К слову, новый учебный год. Показатели ДТП возросли в два раза. 42. 42 за месяц. Это с пострадавшими. А так 502. Алло. Вы забыли? Так знаете. Это наш город. Аккуратнее ездите. А то после ДТП. И это минимум вы целый день ухомыздаете. А если еще и пострадавшие. Так может хватит? Господа. То есть те 502 с материальным ущербом. Я въезжаю в страховку. Но как бы я хотел, чтобы из кармана все платили, как в 1990-е. Во, было мило. Мило и красиво. И вернемся с пострадавшими. 15 столкновений. Препятствий кто-то не пропустил. И пропустил его очень для себя плохо. 22. На пешеходных переходах. Ну там же везде лежат полицейские. Там максимум 20 километров. Или вы там на сотни рысачите? Ой-ой-ой. Еще и велосипед вы не видите. Еще и пассажир вываливается. Так это кошмар. Итак, в сентябрю 4 человека погибли. 52 получили ранения. То есть наши лучшие дороги несут смерть. То бишь не более 2 человек в день. На костыли. Я понимаю плохо. Но зачем делать плохо другим участникам движения? Плохо так? Возьми себе скалку и бей по своей голове. Может проще будет. Мало того, 52 человека, из которых 11 детей. Вы что, а? В два раза по сравнению с прошлым годом. Ковид же вроде. Сидите дома пельмени в любом магазине. Или ковид еще и по мозгам вашим прокатывается. Я сам люблю велосипед. Прошлым изюм. И вы не понимаете, что велосипед такой же участник, как и ваша долбанная кредитная машина. Только он его, а ваша в кредите. Теперь по уму. Я имею и радуюсь, когда мой сын в идеале. Но для идеала нужен нормальный папа. Нормальный. Или мама. Да, с точки зрения крутизны, не каждый может себе позволить. Но даже купив первым электро, я втираю, что после 14 вы можете выехать на трассу. Как и на электроскутере. В смысле на электросамокате. 28 километров он едет подо мной. Под ним 35. Я имею права. А они у всех права такие. Сколько раз я падал на мотоцикле, не знаю, но раз 10 точно. Теперь машина. И максимум внимания. Но и на велосипеде, и на мотоцикле. И тем не менее, в этом году я тоже упал. Вот с такими известиями я сыну и втираю. То, что движется быстрее, падает громче. И зная это, и работая с ГИБДД, мы демонстрируем, что человек, умеющий и знающий правила, будет переходить улицу внимательно. И чаще, и лучше, посмотрев на то, что водитель остановится, необходимо спокойно перейти в проезжую часть. Наезды происходят как на нерегулируемых пешеходных переходах, как у вас возле школы расположен. Так как, когда дети нарушают правила дорожного движения, неожиданно для водителей выбегают на проезжую часть. В нашем городе проводится акция «Дорога в школу должна быть безопасной». Мы призываем всех ребят после длительных каникул повторить правила дорожного движения. Быть более внимательными на проезжей части, соблюдать правила при передвижении в автомобилях в качестве пассажиров, а также при передвижении на электросамокатах. Он отражает цвет фар автомобиля. То есть он будет виден для водителя в темное время суток, так же, как и инспектор. Такой же материал. У меня есть на моей куртке такой. На зимней, наверное, да? Поэтому, когда одежду покупаете, обращайте внимание. А у кого нет таких световыгрощателей, то можно приклеить значки, либо приклеить наклейки, либо прикрепить значок для вашей видимости на дороге. Поэтому эта наша экскурсия должна научить нас с вами быть очень внимательными на пешеходных переходах. Соблюдать меры предосторожности, да? В ближний раз всегда убедиться в безопасности вашего перехода. И помните, что водители не всегда имеют возможность остановиться на пешеходном переходе, да? Не всегда могут вас увидеть вовремя, заметить. И поэтому обязанность пешехода убедиться в безопасности перехода. Лучше пускай мяч попадет под колесо автомобиля, чем ребенок. А вот нашего мальчика вчера, к сожалению, на него был совершен наезд и уже его доставали из-под автомобиля. Представляете? И сейчас он находится у нас в реанимации, в третьей детской больнице. Здесь расположен нерегулируемый пешеходный переход. Скажите, пожалуйста, какими знаками обозначено, что здесь пешеходный переход? Вот он. Как он называется? Пешеходный переход. А, церемоний пешеходный переход. Пешеходный переход, да? Посмотрите, он на желтом фоне. О чем он предупреждает? То, что рядом могут пробегать дети. Совершенно верно. Он призывает водителя быть внимательным. Впереди школа, впереди детский сад. В данной ситуации впереди учебное заведение, да? Значит, водителю нужно быть очень внимательным и снизить скорость, быть готовым к появлению ребенка на дороге. Ребят, а детям здесь можно переходить дорогу? Нет. Нет, нельзя. Для вас есть пешеходный переход. А это дорожный знак для водителя. Переходя дорогу по таким участкам, ребята, нужно быть очень внимательным. Так как нет, например, пешеходы у нас считают, что имеют преимущество. Но мы с вами знаем, что на пешеходном переходе необходимо убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть. Как это сделать? Убедиться в безопасности? Что нужно сделать? Перед направо и налево. Совершенно верно. Пойдем за ручку, да, ко мне? Покажи нам, пожалуйста, как ты будешь переходить дорогу по пешеходному переходу. Вот мы тут. Еще раз налево, лево, потом направо. Еще раз налево. И дождавшись, когда все остановятся, можно переходить, да? Вот, смотрим по сторонам, да?